Наказывать за неправильную парковку депутаты предлагают рублем. На сегодняшний день региональный закон о запрете стоянки на газонах, детских и спортивных площадках утратил силу. Вернуть его может только в федеральный центр. Так поспешно сменить место стоянки этот водитель решил при виде нашей камеры. До того, как нажать на газ, ДЭУ стояла на газоне. Еще одна иномарка втиснулась между двух берез, а это по соседству с детской площадкой. Вот вы сейчас стоите на газоне. Вот какая причина заставила вас это сделать? Некуда машина стоять. Все заставлено машиной. Решает вопрос. Здесь хорошо решили. Правильно? Обратите внимание. Вот. Двор вот это сделал себе. Парковочное место. Отлично, замечательно. Думать? Не знаю. Я не инженер. В этой специальности не проектировщик дворов, к сожалению. Новая парковка решила проблемы автомобилистов с Южной 20 и 22. Стоянка рассчитана на жителей двух домов и 37 машиномест. Ее построили за счет программы «Наш уютный двор». Как убрать транспорт с газонов накануне решали депутаты. Ранее в областном законе об административных правонарушениях стоянка на детских площадках каралась штрафом. За стоянку транспортных средств на детских спортивных площадках и газонах штраф по статье 7.9 областного закона об административных правонарушениях предусматривался для граждан от 100 до 300 рублей, для физических лиц от 500 до 1000 рублей, для должных лиц от 1000 до 2000 рублей. С 24 сентября 2012 года статья 7.9 областного закона об административных правонарушениях районной области исключена. Городские депутаты подготовили обращение председателю областного собрания. Просят внести вопрос о парковках на рассмотрение Госдумы. Но четких предложений, как не обделить любителей зелени и помочь нуждающимся в твердом покрытии, не выдвинули. Вопрос так решать нельзя. Надо сначала сесть спокойно и в составе какую-то программу действий в данном вопросе. Я считаю, что на сегодняшний день обращение направлять рано. Чтобы комитет ЖКХ транспорта и связи на генплане города определил места парковок для многоквартирных домов, в частности для жильцов данного дома, а также для возможной парковки для коммерческих организаций. Надо и самому муниципалитету какую-то большую долю здесь давать. Потому что если будет софинансирование и будет житель участвовать в этой программе, значит он будет требовать, чтобы это была его парковка. Своё за отдал 21 депутат, 4 высказались против. Это значит, что обращение в область будет направлено. Остается дождаться ответа из федерального центра. Спасибо. Спасибо.